всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня меню паста в моей кулинарной библиотеке скопилось несколько полок достаточно интересной литературы и так как мы последние три года уже четыре года почти живем в испании то эта библиотека последнее время благодаря жене пополняется в основном испаноязычными источниками испанская кухня но не испанская валенсианская и каталанская по крайней мере очень близка к итальянской и в кулинарных книгах в кулинарных журналах какое-то чудовищное количество рецептов с пастой сегодняшний рецепт меня заинтересовал некоторыми необычными сочетаниями необычными нотками так скажем я очень не раз не готовил и так нам понадобится в первую очередь такой нестандартный несколько непривычный для постсоветского пространства ингредиент фенхель но кроме него все остальное вполне привычная парочка баночек консервированных в масле сардин паста у меня бабочки или фарфале лук перец петрушка белое сухое вино прочитайте короче рецепты с пастой очень быстрый поэтому сразу включаю кипятится воду и начинаю нарезку фенхеля мелким кубиком острым ножом очень острого наточенным ножом вы знаете каким хай карбон лук тоже надо нарезать мелким кубиком вот в этом и фишка удобных инструментов потратил 5 10 ладно 15 минут на приведение в порядок а затем работы доставляет чудовищное удовольствие знаете я всю жизнь люблю что-нибудь мастерить своими руками даже вот своим мелким оператором двухъярусную кровать самостоятельно построил так вот школьникам я так хотелось скорее 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 начать изготовление какой-нибудь поделки что я хватался из инструмент и приступал не подготовив рабочее место в неудобстве я работал условно говоря на коленке и результат не радовал мне окружающих не зачастую меня вы будете сменяться но только лет в 25 может даже в 30 я понял нет не понял понял гораздо раньше но я прочувствовал своими руками что если я потрачу время на подготовку своего рабочего места на подготовку проверку там заточку инструмента то у меня на выходе получается результат не как обычно а такой который радует и меня и окружающих поэтому сейчас выхожу на кухню чтобы чего-нибудь приготовить сначала прибираюсь раскидываю все барахло по своим местам под доску увлажненное полотенце чтобы она не скользила ножи проверяю на остроту при необходимости точу ну нормально ножи редко точить приходится чаще поправил и все заболтался всем надо начинать обжарку стандартно кусочек сливочного и немного оливкового экстра вёрджин обязательно именно ароматно оливковое вот не устаю повторять этот фокус обжарка на смеси масел работает только если смешивать сливочное и ароматное экстра вёрджин вот тогда до волшебный аромат успех овации а если обычного рафинированного плюхнуть то ничего кроме жирноты ожидать от готового блюда не приходится и не перегревайте это и не полезно канцерогены там всякие и сам смысл использования смеси масел теряется вы тем самым все чудесные ароматы меняйте на воду сгоревшего масла обжаривать на среднем огне лук и хенкель надо минут 10-12 чтобы добавить яркость в блюду понадобится острый чили перец внимание важная деталь внимание очень важная деталь вы конечно можете использовать свежий но если вы хотите насладиться действительно волшебным действительно неземным вкусом понадобится небольшая его подготовка потребуется слегка подвяленный вот смотрите готовится просто берете свежий подвешиваете в тени на сквозняке на 3-5 дней а затем убираете в холодильник и все выдерживаете при температуре там 0 плюс 5 неделю не 10 может быть и вот тогда он теряет лишнюю влагу не высыхает совсем цвет в отличие от совсем высушенного не теряет а это подвяльность создает очень своеобразную и безусловно приятную консистенцию пора добавить его к овощам если будете все-таки использовать свежий обжаривать три минуты к такому вот понадобится 2 но если острый к сухой и минут хватит самое время варить пасту воду посолить пасту высыпать и засечь время продолжительность варки смотрите на упаковке для моей до состояния аль денте понадобится 10 минут танцев итальянцы так и говорят паста должна танцевать в кастрюле то есть кипение достаточно интенсивная и насчет аль денте вы конечно знаете но я все-таки напомню если вы сварите пасту до готовности то она впитает себя воду и соус питать уже не сможет некуда будет кстати минут прошло пара вино лить пусть добавляет своих ароматов и слегка выпаривается а вот если паста у вас недоваренная то есть аль денте на зубок то она отлично всех соус возьмет пропитается им и даст вам возможность испытать кулинарный оргазм если конечно соусом не напортачите так вину выпариваться минуты две после чего надо добавить сардинки это очень жирная очень нежная рыбка поэтому обращайтесь неосторожно развалится в хлам моментально процесс приготовления подходит концу осталось нарубить петрушки не очень мелко но и не крупно вот странно почему в испании да и в италии по слухам как любят петрушку и при этом так скептически относятся к укропу паста уже готова пора и отбрасывать на душлаг но сначала надо стаканчик этой воды сохранить чтобы потом можно было отрегулировать густоту соуса по желанию и сразу сюда и перемешать и сразу добавить петрушки скорую на огонь уже не ставьте чтобы зелень не потерял цвет смотрите какой соус красота паста впитала его себя можно добавить немного сохраненного бульона но бульон конечно громко сказано так и скорее в тарелку итальянцы совершенно справедливо говорят не паста ждет гостей а гости пасту потому что паста которая постояла на столе хотя бы 5-7 минут потеряла своей консистенции в своем вкусе ну половину не меньше еще веточку для красы и обязательно ароматного оливкового масла экстра-верджин конечно вот такой простейский рецепт давайте уже пробовать что тут получилось по заветам испанской кулинарной книги ну пахнет первую очередь конечно сардинами перчик перчик чувствуется прекрасный перчик не распробовал секундочку ну-ка неожиданно вкусно фенкель дает очень интересную такую нотку вино вина можно побольше или добавить лимона чтобы чуть-чуть сильнее подкислить чувствуется но очень тонко да сардинки кусочек как здесь сардинка получилось если вы любите сардины в масле то попробовав это блюдо вы полюбите их еще больше короче смело могу рекомендовать для повторения спасибо за компанию и всем пока да а насчет подвяленного перца не берите в голову шутка мне просто другого не было вот и пофантазировали много